команда идет за ягодами не всем мы приехали с отпуска полным сил пошли за ягодами за карендой в общем когда уезжали она уже поспевала но сейчас попытаемся ее найти много она конечно бывает и покрупнее но это слава богу если учесть что нигде ее нету можно еще может подъедать вот и черная прошлом году был пожар поэтому как-то не отошла она еще ну вот это такая самая ягодный кустик который я нашла как видно нет ничего помаленечку вот набрала доберем свои ведерочки ну вот позвала свою араву хотела показать вам наши достопримечательности тут хоть фильм снимай он какие сооружения поезд тяжелый собирается проехать мимо этим хулиганчиком лишь бы на поезд смотреть тяжелый поезд похоже и или то что и и а а и и и и и и кабинок и и и и и и и и помахали, тоже похоже, но там или в кустах. Ну что, помахали? Вот так. Вот уже практически насобирали. Я всегда говорю слава Богу, ребятишкам говорю, Бога благодарим за то, чем мы пользуемся и над чем мы не трудимся. Как раз к этому разряду относится ягода. И как-то Господь милует, если, например, одной ягоды нет, есть другая. Грибы, например, там рыба, сок березовый берем. Все это еще пока есть. Вот здесь год назад, получается, да, по-моему, был пожар сильный. У нас на эту тему тоже фильм есть. Тушили. Вот тут, ну, по версии, что якобы тут тепловозы ходят. Тяжелый поезд прошел, весна, сухостой. Тут как вспыхнуло все. Соседний районный центр Ребриха, вот 40 километров, и до него все по вот этой стороне от железной дороги все горело, просто выгорело. Потому что, ну, как-то ветер сюда дул, наверное. И тут видится сейчас много... А такая страшная была картина, все выжжено просто, и я прям думаю, ну, все. Не успел выкопать даже вот эту вот... Ее по-разному называют. Каренда, там, американка или американская смородина. Ну, кто где, кто как называет. И в это приехали проверить, и слава богу, кое-где, вот, смотрю, есть ягодки. А где-то она, видно, такая зелененькая, то есть она вот-вот оживает. И, может быть, в следующем году будет плодоносить. Вот, ну, и когда будут видны ягоды, можно будет отросточек взять себе. Вот, поэтому слава богу, что есть возможность такая. Мы эту клубнику полевую в этом году собирали. Сейчас вот каренду тоже мы ее любим, собираем. Ну, сколько есть. Ее в этом году, я говорю, немного, потому что она погибла год назад. И вот, видать, где есть, может быть, как-то не сильно сожглась, там, или как-то, не знаю, очухалась, в общем, вовремя. А тут среди камней, вот, видишь? Ну, может быть, тут, не знаю, может, тут пламя было небольшое. Вот, а вот эти все камни, это, ну, если так, знаете, в общем и целом говорить, такой очень хороший пример, или как это слово, апофеоз, да? Прошлых поколений людей, которые решили построить счастье или там рай на земле без бога. То есть, ну, вот, прошедший период советского времени. Строили все прям сильно, там столько бетона, столько железа. Здесь был не элеватор, а как зерноток. Ну, вот, то есть там эти склады, тут эти бункера, видать, эти транспортерные ленты, все это там гнали. И все, тут было ее, что было. Вот, и все, все крахом. Все, теперь только одни эти камни лежат. А тут даже, даже тут столько камней после них. Вот там вот смотришь, столько железа, там, ну, тут уже, еще в 90-е тут уже половина порастащили, там, что можно было. Вот, тут даже охраняли какое-то время. Ну, короче, все, все развалилось, все распалось. И вот остались только большие груды, валуны, как напоминание, в общем, о тех временах. И тоже делали, у них какие-то были цели, вон там дома стоят, какие-то у них тут помещения были. Ну, то есть, не просто так. Делали-то тоже, делали, как бы, на века. Старались, ну, потому что видно, что серьезно, армированный бетон там, все. И ничего не помогло. Вот, поэтому еще раз убеждаюсь, что вера в Бога, это самое главное. А без Бога одни руины и все. Ну, что ж, а мы собираем, вот, практически уже насобирали. Пожалуй, это, наверное, последний куст. Еще немножко тут это поклюем и домой поедем. Так что пользуйтесь благами, которые Господь дает. Я думаю, люди используют их. Ну, по крайней мере, тут тоже надо немножко не лениться, хотя, ну, как говорится, не охота бывает там. Но понимаешь, что, как говорят, день год кормит. Вот так же и у нас тоже. Сейчас вот сегодня воскресний день. Поехали, насобирали. Вот будет ягодка и все. Потому что потом вдруг будет холодно, дожди, там что-нибудь опадет, пропадет. Вот, нужно успевать в свое время. Ну, все. До новых встреч, в новом видео. К поезду поближе. Привет! Привет! У-у-у! У-у-у! У-у! 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 Так приятно видеть поискальчику, когда-то их видит очень легко. Слышишь в вагонке шумит? У-у-у! У-у! 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 Зиней! Ну как? Вкусно? Ой, молодцы! Скажи, папа молодец! Ветерко целое забрал! Вот это да! У-у-у! Кошка, две набрел, уже полная лепешка. Две нашли, выбросил и нашли уже. И полная лепешка. Вот это, скажи мне, хорошо подфартило. У-у-у! У-у! В ведро ягод. Ку-ку! 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 Вот так вот, скажи, в деревне жить. Да. Вкусно? Так легко. Ку-ку! Да, ягодку надо в ротик, а это выбросишь. Пока-пока!